В эфире первый в этом учебном году выпуск новостей МЕД-ТВ. В студии Евгения Лукина. Здравствуйте! Летом успешно состоялась приемная кампания. Выпускники 2015 года имели право прибавить к своим результатам ЕГЭ еще до 15 баллов за индивидуальные достижения. Победы в олимпиадах, спортивных соревнованиях, волонтерство, сдача НОРГТО. 1 сентября около 1000 новых студентов пополнили ряды МЕД-ТВ. Результаты приемной кампании и много других университетских вопросов 31 августа обсудили на собрании профессорско-преподавательского состава. Такие встречи традиционно проводятся в начале каждого семестра. На конференции подвели итоги приема в бакалавриат и магистратуру, проанализировали сдачу летней сессии и провели готовность кафедр к переаттестации. 31 августа на центральной площадке МЕД-ТВ собрали все первокурсники вуза, чтобы встретиться с новой порой в своей жизни. На мероприятии присутствовала Кристина Шипилова. Последний день лета, 31 августа, на площади перед МЕД-ТВ состоялось торжественное вручение студенческих – важный ритуал для каждого первокурсника. Несмотря на плохой прогноз погоды, ребят встретило ясное небо. Как перед началом встречи, так и в течение всего мероприятия, внимание пришедших занимало выступление оркестра на Солнечной поляне под руководством заслуженного работника культуры Ельцева Владимира Федоровича. Первым официальным лицом, которое поприветствовало новоиспеченных первокурсников, был Юрий Александрович Еплыгин, ректор нашего университета. Он пожелал удачи, рассказал о предстоящем в этом году юбилее университета и об ожидаемом форуме ГТО. «Мне хочется, чтобы на этой площади через 4 года вы собрались в том же составе. К сожалению, этого не получается. Но тем не менее, давайте вместе к этому стремиться. Поэтому будьте трудолюбивыми, будьте успешными в МИЭТе и в жизни вообще. Удачи вам, дорогие друзья!» Напутственные слова сказали деканы факультетов МИЭТа и первый заместитель префекта округа Алексей Иванович Михальченко. «И поэтому вам дважды посчастливилось, первое, быть студентом Московского института электронной техники, и второе, жить в Зеленограде, в нашем любимом городе, маленькой частичкой города Москвы». Наконец, произошел исторический момент. Юрий Александрович Еплыгин традиционно подписал большой студенческий билет. Затем Михаил Терешин, председатель СТС, тоже дал ребятам ряд полезных советов. «Очень рад вас видеть, учитесь и не забывайте развиваться. Спасибо!» После окончания официальной части первокурсники встретили символы своих факультетов. Чтобы еще более позитивно настроить ребят, последовали песни Виктории Собуровой и выступления черлидерш. Перед пришедшими пронесли большого воздушного слона – символ первокурсников в нашем ВУЗе. По традициям, концом церемонии стала клятва на телефонах. После этого первокурсникам предстояло встретиться непосредственно с деканами своих факультетов и узнать номера своих групп, а также познакомиться с кураторами, отправиться с ними на знакомительную экскурсию по МИЭТу. Поздравляем ребят с вступлением в новую пору жизни и желаем успеха в обучении! Кристина Шипилова, Михаил Сериков, МИЭТ-ТВ 27 августа прошла первая тренировка в экспериментальной сборной МИЭТ. Участники собрались на Черном озере и под руководством Владимира Кобыленко начали занятия. Цель эксперимента – в течение одного месяца подготовить участников к выполнению норматива ГТО. Всероссийский форум «Знак ГТО. Мой знак качества» будет проходить в МИЭТе уже эту осенью – с 16 по 18 октября. Наши студенты начали массово готовиться к мероприятию уже 1 сентября. Утром на площадке за общежитием спортклуб МИЭТа провел зарядку для первокурсников. Под бодрую музыку и четкие команды тренеров ребята окончательно просыпались и готовились к учебе в День знаний. О ходе мероприятий в рамках проекта «Студенты ГТО» смотрите в следующих выпусках. С 26 по 29 августа в Республике Карелия прошла Федеральная школа студенческих СМИ. Представители МИЭТ, ТВ и газеты «Инверсия» обучались на трех направлениях – телевидении, прессе и короткометражное кино. Туристическая деревня Александровка гостеприимно разместила всех преподавателей-участников школы. Удивительная природа Карелии вдохновляла на творчество. Осуществлять свои идеи в жизни помогали и обитатели деревни. Ради своей работы ребята не женили себя. Оставалось время и для спорта. По утрам для всех участников школы проводилась танцевальная зарядка. Ребята готовились к флешмобу, а днем устраивался матч по бамперболу. Каждый день проходили лекции от преподавателей вузов Санкт-Петербурга, различные тренинги и практика. В рамках школы СМИ студенты встретились с интересными представителями медиапрофессий. Организаторы устроили совместные просмотры документального фильма о жизни ветерана Второй мировой войны в осенне и обсуждения с режиссером. Случилась такая беспрецедентная ситуация, как приезд Николая Максимовича во Францию. Собственно, это встречали его с большим подсчетом и его называли как последний партизан из дрома. И вот его именем сегодня названы две улицы. Одна во Франции, другая в городе Березовске, где он проживал там 60-х годов. В гости к участникам школы приехали руководители агентства вирусной рекламы «Сметана». Под их руководством ребята придумали креативную рекламу карельской ягоды «Морожка» и читали скороговорки. Давай, возле ямы холм с кулями, сяду на холм, куль поправлю. Я хорошая девочка. В последний учебный день состоялась встреча с ведущим Первого канала Антоном Привольновым. Молодые журналисты задали много интересных вопросов о творческом пути и работе на федеральном телевидении. Учеба вообще помогает. Мозги включаются. Ты начинаешь смотреть с другой стороны какие-то вещи, какие-то мысли приходят, идеи. Ну а где как не здесь, на таких вот сборищах? Завершилась школа торжественным закрытием. Все направления представили свои совместные работы. Три короткометражных фильма, выпуски новостей и газеты. Каждая делегация получила не только памятные награды и подарки, но и везла домой новые знания и опыт. Анастасия Денисова, Олег Осипенков, Михаил Сериков, МИЭТ-ТВ. Это все новости на сегодня. Семестр только начался. Многое впереди. Вы смотрели новости МИЭТ-ТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. До свидания. Продолжение следует...